Буду диссидентом. Для достижения договоренностей между США и союзным государством присутствие киевской стороны совершенно необязательно. Ваш президент, его как угодно можно оценивать, но это мужчина серьезный. И такие предложения серьезные мужчины не делают просто так. На меня очень тяжелое впечатление произвела так называемая Мюнхенская конференция. Мы можем смеяться и говорить, что это Шапито, но это Шапито, в котором клоунами выступают люди, у которых в руках ядерное оружие, не говоря уже по другие виды, на оружие массового уничтожения. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается наносить удар по Америке и даже по европейским странам. Но, тем не менее, у нас есть самолеты, которые могут размещать и переносить тактическое ядерное оружие. И вкупе с региональной группировкой войск Беларуси и России на западных границах союзного государства, как вы считаете, это сможет стать неким своеобразным, сдерживающим фактором для возможной агрессии со стороны Запада? Ну, во-первых, очень сложно что-то добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич. На мой взгляд, это достаточно исчерпывающий, абсолютно с моей точки зрения, как специалист, правильно. Стратегическое сдерживание США – это дело все-таки России, обладающей очень значительным потенциалом стратегических ядерных и стратегических неядерных сил. Но в рамках союзного государства, конечно, в условиях, когда военно-политическая ситуация в, скажем так, западной оконечности Евразии обострилась, и когда мы видим слишком много безответственных проявлений в политике и в военной политике со стороны Польши, со стороны Литвы и некоторых других государств, нам стала понятна степень безответственности поведения некоторых партнеров, некоторых наших приграничных партнеров. Ну, так вот, в этой ситуации, конечно, потенциал сдерживания, который есть на региональном уровне, и который во многом основывается на военном и военно-политическом потенциале Республики Беларусь, надо было укрепить. Березон, когда у нас есть нормальные отношения, хотя бы диалог нормальный с приграничными партнерами, пусть даже это НАТО, то, конечно, можно было обойтись и обычными вооружениями, вооруженные силы Республики Беларусь, они достаточно мощные, имеют очень хорошую репутацию, дисциплина общепризнана, но вот когда мы имеем дело с вошедшими в раж геополитическими хулиганами, ни на кого не хочу прям показывать пальцами, хотя покажу пальцем прежде всего на Польшу, то, конечно, здесь некоторое качественное усиление возможностей вооруженных сил Беларуси было бы вполне логично. Я единственное, что хотел сказать, самолеты могут нести тактическое ядерное оружие, это не означает, что они прямо сейчас несут. Но люди, которые управляют этими самолетами, должны быть безусловно обучены работе с тем, что называется в профессиональных кругах спецбоеприпасами. Насколько это охладит пыл, знаете, а здесь вот я не могу вам дать уверенного ответа. Должно, но может ли? Вот я смотрю, у меня очень тяжелое, я не буду лукавить, но у меня очень тяжелое впечатление произвела так называемая Мюнхенская конференция. Это, конечно, мы можем смеяться и говорить, что это Шапито, но это Шапито, в котором клоунами выступают люди, у которых в руках ядерное оружие, не говоря уже про другие виды оружия массового уничтожения. И вот здесь я все-таки, знаете, к сожалению, вынужден поставить многоточие. Должно, но сможет ли? Здесь, конечно, вопрос у нас остается. Если речь идет о поставках танков в Украину, то здесь тоже не все очевидно. Вроде как политическое решение уже однозначно принято, но не так давно министр обороны Великобритании, он заявил, что не все страны, которые согласны отправить танки, готовы их отправить из-за того, что их техническое состояние, скажем так, оставляет желать много лучшего. Тогда из-за чего была вся эта шумиха с отправкой танков в огромном количестве, которая, как выясняется, по сути-то даже не все страны могут отправить. Ну, Бажушки, дело здесь, что называется, это палка, извините, за каламбур о трех концах. Первое, начну с вашего вопроса и с вашего комментария про техническое состояние. Но дело не в техническом состоянии. Захотели бы, подвинтили, подкрасили. Не настолько в плохом, а не техническом состоянии. Танк не самолет. Самолет, да, который 20 лет простоял, допустим, в какой-нибудь штате Юта или Айова, или Нью-Мексика, где вот там есть огромные, уходящие за горизонт стоянки отстой самолетов, в том числе боевых. Да, конечно, это все понятно. Невада там вот эта вот прям вся вот забита. Да, здесь понятно, что большая часть, это, конечно, запчасти в лучшем случае. Но танк, это более такая суровая машина, ее можно привести в порядок. Но у всех, кто был так или иначе вовлечен в эту замечательную, по безумию комбинацию с поставкой танков, стал вопрос, а только ли танки мы поставляем? Мы же должны будем поставить и техников, да, и подразделения материально-технического обеспечения. начать с того, что даже такого калибра пушки на Украине не было, да и вообще в Восточной Европе это большая редкость. Значит, мы должны поставлять снаряды, мы должны, что называется, развивать снаряды. Кстати, помните, обратите внимание, будем ли мы поставлять снаряды с обедненным ураном или нет. То есть, люди, которые как бы согласны, все-таки задают вопрос о степени своей вовлеченности. И именно из-за этого рождается схема. А давайте Германии, которая и так по уши в конфликте, и деваться уже некуда, их эти танки выкупят, мы будем ни при чем. Ну, да, нам что-нибудь новое поставят либо американцы, либо кто-то еще, либо те же немцы, а это поставит Германия, пусть она и разбирается. Это первый элемент этой палки. Второй элемент этой палки. Ну, конечно, вся Европа абсолютно раздражена наглым, заносчивым поведением Киева. Конечно, это эскалация требований, которая звучит со стороны Киева, она Европу, ну, политически, конечно, загоняет в угол. Ничего они сказать, отказаться от участия в этом, они уже не могут. Так? Но на бюрократическом уровне саботировать, да, за милую душу, что мы и наблюдаем. Это же саботаж не на политическом уровне, никто же не сказал, что нет, мы боимся эскалации конфликта. Наоборот, заметьте, они все говорят, мы не боимся эскалации конфликта. Но есть нюанс, как говорится, гранаты у нас не той системы. Как говорилось в известном советском фильме. Да, да, не завезли гайки. Вот завезут и вот прямо обязательно. Так? Но это, это, конечно, отражение того, что Киев хотят хоть как-то поставить на место. Ну, и третий конец этой палки. Да? Вопрос в том, что никто не хочет быть первым. Все хотят, чтобы первым были американцы. Потому что все прекрасно понимают, что если Европа залезет туда первой и в том виде, как это предлагалось, то американцы в какой-то момент скажут, ну да, у нас тоже что-то, да ну, вот это все европейские дела, а у нас лапки и выборы в Конгресс. Поэтому давайте разбирайтесь сами. Для меня индикатором того, что Европа всерьез воспринимает вот эту перспективу, был товарищ Риши Сунак, который был готов поставить все, что угодно, и вот еще компоту налить, значит, Зеленскому. А уж и танки, чтобы эти танки Челленджер там делали со своим весом, это другой вопрос. Давайте не обсуждать. Там, единственное, в этих танках хорошая пушка. Да, вот пушка, и как подвижный форт, да, туда, куда бы это все прошло, проехал бы, не раздавив мосты. Но он все был готов, он самолеты был готов поставить. Душа человек. И в какой-то момент этот человек говорит, да, я буду бороться с Россией до ее разрушения, до последнего украинца и желательно еще поляка, а если бы еще до последнего немца, то об этом можно только мечтать, да, но не сейчас. Танков нет, самолетов нет, и вероятнее всего не будет, а если и будет, то после войны, значит, мы будем восстанавливать, когда, значит, что закончится, мы будем восстанавливать военный потенциал того, что останется от Украины. Вот, собственно, весь расклад. Американцам, европейцам, в доступных европейцам формах, да, это не самостоятельно, суверенитет они утратили, но в доступных для себя бюрократических формах сказали, ребят, мы, да, конечно, да, и немцы уже там, немцы уже, я, кстати говоря, выскажу у вас предположение, я его говорю, но у вас еще раз я его повторю, я думаю, что некоторое количество леопардов ранних серий, только не один, а именно два, леопардов два, уже находятся в западных областях Украины. И там проходит обучение, это вот моя гипотеза, да, потому что, ну, немцы это единственные, которые застыли в этой полупозиции, и вот никуда не туда, так, но давайте вы, американцы, тоже в этом поучаствуйте. У вас, ну, кто говорит, 10 тысяч танков на хранение Абрамсов, так, кто говорит, меньше, но выделить 200 танков, привести их в порядок для такой великой единственной сверхдержавы, как вы, не составляет проблем. Давайте поставьте эти 200 танков, а не вот эти вот 200, значит, Брэдли, которые горят реально как спички, так, вот, поставьте, и мы тут же подбежим. В этом смысле мы имеем дело еще и с вот такой внутризападным поражением. Таким достаточно интересным. Ну, вопрос в том вообще, насколько эти 200 танков рационально поставлять, учитывая то, что Россия уничтожила уже несколько тысяч сначала СВО, и вот эти 200 танков, насколько они изменят общую картину, ну, не знаю. Значит, я вам так скажу, есть, как бы, три уровня. 20 танков, ну, вернее, не 20, а 50, которые поставили, будут поставлены, я думаю, до начала апреля они будут на Украине, значительно их часть заметны, скажем так. Их часть, я думаю, уже на Украине. Это затыкание дыр. При том количестве бронетехники, которое осталось у ВСУ, это тоже имеет значение. Вообще, любой танк, который приедет убивать русских солдат, или даже сдерживать, или будет изображать из себя подвижный форт в районе границы с Белоруссией, имеет значение. Он будет отвлекать наше внимание, он может выстрелить. Это все-таки давайте не сбросущее. Но вот здесь 50, это затыкание дыр. Затыкание дыр на фронте, на котором, ну, очевидно, что, извините за мой профессиональный цинизм, мяса много, то есть бригады уже по личному составу практически полностью воюют, укомплектованы. А даже вот сообщение с линии боевого соприкосновения личного состава о ВСУ с избытком, то есть штатная численность не просто достигнута, но она еще и превышена. У них еще есть возможность, так сказать, неплановой ротации. Но количество бронетехники минимальное. И в тот момент, когда вы выходите за пределы разрушенных городов, а это придется делать, если вы хотите изобразить выступление, наступление, которое требует от Зеленского зал, причем уже в голос кричит, вам нужна бронетехника. И вот это вот затыкание дыр. Дальше это 200-250 танков. Это уже существенно большая величина. Это возможность сформировать фактически танковую дивизию, которых на фронте нет уже давно. А танковая дивизия на фронте с таким количеством танков, это уже оперативно-стратегический инструмент. И вот это уже опасно. А дальше у вас 500 танков. Я честно думаю, что больше, чем 500 танков, ни логистика Западной Европы и Восточной Европы, ни материально-техническая база, собственно, того, что осталось у Украины, она просто не подняет. Я поэтому думаю, что там 500, это такой предельный элемент. Это возможность фронтового наступления. Но это поэтапно проходимый путь. Потому что если спаляться без какого-то результата, вот эти 50, как бы вопросы по следующим 250, они возникнут вплоть до того, а стоит ли это делать вообще или подождать конца и уже поставить, если будет возможность восстанавливать вооруженные силы Украины заодно. Не говоря уже про 500 танков, про, что называется, фактически там, ну, близко к танковой армии. Вот в этом смысле мы должны уловить, что Запад перешел вот к этой ступенчатости здесь. Но если поставка вот этих танков, или когда, правильнее сказать, все-таки будет налажена, то, на ваш взгляд, что может стать следующим шагом, я имею в виду со стороны Запада, так называемого? Тот же премьер Венгрии Орбан заявлял о том, что следующим шагом может стать отправка миротворческого контингента в Украину. А на ваш взгляд, насколько вообще такая перспектива реально? Ну, во-первых, следующим шагом будет отправка вооруженных контингентов стран НАТО вне НАТО. То есть, грубо говоря, индивидуальные страны НАТО, прежде всего, давайте будем тоже говорить, без обиняков, так это Польша, это Германия, и это, вероятнее всего, Литва. Понятно, что Литва довеским прицепом, но, тем не менее, давайте вот... Да, и это четвертое, это Румыния. Это четыре страны, которые вполне уже находятся на грани принятия политического решения о направлении своих воинских контингентов, именно как национальных, а не вот это вот все, значит, наемники, добровольцы, там люди непонятные, вот именно национальных контингентов, но вне НАТО, чтобы избежать дискуссии внутри НАТО, а совместные ответственности за них. Вот это следующий этап. Можно называть ли их миротворцами? Да запросто, они могут быть названы миротворцами. Более того, я вообще не исключаю, что значительная часть таких контингентов будет составлена из полицейских сил заниматься прежде всего обеспечением стабильности тыла, того, что останется от Украины, а не присутствием на фронте. Но самая главная проблема в ближайших шести месяцах киевского режима – это не фронт. Его еще можно держать, хотя все более и более с трудом. Это тыл, потому что начал сыпаться тыл, и это показатель того, как проходит последняя мобилизация. Самая важная задача для киевского режима, чтобы удержаться хотя бы до лета, когда действительно там, ну, морковка вообще, для наших слушателей и зрителей, чтобы понимать, морковка, которую вывесили Зеленскому, да, он ее до конца не осознал, но люди вокруг Зеленского осознали, что принципиально важно продержаться более-менее плюс-минус в том же состоянии до лета, а дальше будут приниматься какие-то там серьезные решения. Но самое главное, да, вот с такой, извините, с тем темпом и тем ходом мобилизации, которые, вот последней волны, которую мы наблюдаем, до лета продержаться – это более чем проблематично. Поэтому задача НАТОвцев – это обеспечить стабильность, управляемость, ну, если хотите, тоталитарными, военно-тоталитарными методами тыла, заверести там в особенности на Западной Украине. И я бы даже сказал, на северо-западную Украину. Максимум народа, который пропустить через мясорубку, ну, вот, на Донбасском, я думаю, к этому времени это все будет находиться уже на Донбасском кряже, и из остатков, которые там выживут и не потеряют конечности, сформировать ту армию, которая вот займет, как они сейчас это описывают, относительно твердый фронт под Днепрой. Вот тогда уже, значит, вот этот начнется вариант «две Кореи», вот это такое бла-бла-бла. Вот, собственно, их мастер-план. Вот вы упомянули Польшу в числе тех стран, которые могут отправить свой воинский контингент или миротворческий, назовем его. И здесь нельзя не вспомнить о том, что Байден, он, ну, можно сказать, прямо сейчас находится с визитом в этой стране. А как вы считаете, почему вот в качестве европейской страны для визита была выбрана именно Польша? С чем это может быть связано? Ну что, Польша теперь Европа. Вернее, Европа – это Польша. Раньше Европа – это была Германия. Францию никто из американских политиков первой величины не любил, кроме одного человека. Это Джон Керри. Ну, он сейчас никакой роли особенной не играет. Да, но выбор всегда был главным инструментом, главным рупором, через который Америка так или иначе управляла Европой – это была Германия. Концепция изменилась. Почему? Потому что Германия нужна была раньше как сила, прежде всего, геоэкономическая, как сила, которая могла, если не быть управляемой, создать американцам некую конкуренцию, нет, не в Атлантическом мире, за его пределами, в Евразии, на Ближнем Востоке. На сегодняшний день очевидно совершенно, что американцы в целом, это абсолютно, по-моему, бипартийный консенсус, Германию списали. Все, Германия им не представляется государством, способным хоть на какую-то самостоятельность. Что нужно американцам? Зубы им нужны. У кого в Европе есть зубы? Только у Польши. Ну, еще говорят о Румынии, но это не точно. Ну и, собственно, цену румынской армии, я думаю, что все прекрасно знают. Как обозная сила, кстати говоря, как полицейский контингент, в тылу, да, это их функция, в том числе со времен Великой Отечественной войны. На фронте, ну, несерьезно. А Польша, Польша, это зубы. И Байден приехал к зубам. Да? Другой вопрос. Насколько окончательно будет передан, ну, то, что у нас многие специалисты называют, это не я придумал, сразу говорю, но я с этим согласен. Насколько именно сейчас, именно завтра, послезавтра, Польша будет передан ярлык на великое княжение в Европе, так сказать, новым, так сказать, ханам Великой Орды, это большой вопрос. Полякам еще нужно доказать, потому что, знаете, это с Польшей, как со свиньей. По-моему, кстати, это белорусская поговорка про то, что такое стричь свинью. Визгу много, шерсти мало. Потому что вот у поляков много взвизгу. А шерсти пока, если разобраться, не так много. Амбиции много, выкриков много, шума много. А вот реально, ну, понятно, что пока это сильно далеко от американских ожиданий. Ну, и раз уж Байден, он соизволил прилететь в Варшаву, то тут нельзя не вспомнить, что на днях буквально Александра Лукашенко приглашала в том числе и в Минск для мирных переговоров по украинскому конфликту. Ну, как вы считаете, оценят вообще вот такой вот посыл на Западе? Или это, как обычно, просто пройдет мимо ушей? Знаете, я вам так скажу. Я с вашим президентом никогда не встречался. И даже вот могу сказать, я живьем его не видел. Я его видел только по телевизору и так далее. Поэтому мне ответить на этот вопрос сложно. Но я вам опишу ситуацию, как она видится из Москвы. Надеюсь, что на меня никто не обидится. В Москве большая часть, большая часть комментаторов воспринимает это как такой, знаете, троллинг. Я с этим категорически не согласен. Во-первых, потому, что это очень, вот то, как это изложил Александр Григорьевич, это очень, во-первых, такое серьезное предложение. Ваш президент, его как угодно можно оценивать, но это мужчина серьезный. И такие предложения серьезные мужчины не делают просто так. Да, на 90 процентов это предложение не имело никаких перспектив для реализации. Но какой-то процент, что кто-то в Вашингтоне сказал, давайте попробуем. Может быть, никто бы ни о чем не договорился. Хотя, кстати говоря, согласен с Александром Григорьевичем, что скорее всего договорились бы. Но шанс был? Был. Серьезность ситуации оценивают Соединенных Штатов? Оценивают. Вот почему я считаю, что это был не троллинг со стороны Александра Григорьевича? Потому что это даже хронологически совпадало с вот этими сливами Сеймора Херша. А что такое сливы Сеймора Херша? Вот этот человек в американской не журналистике, в американской политике считайте три с лишним, да больше, четыре десятка лет на очень высоком уровне. И он вхож туда, куда, например, Дональда Трампа на порог не пускали. И то, что этого человека в его возрасте попросили озвучить некоторые моменты, говорит о том, что не все в Америке хотят умирать за идею, которую не знают. Потому что вот сейчас случись большая война с обменом ядерными ударами, Америку умрет за идею, которую никто не озвучил, никто не понимает, они понятно, за что умрут. Потому что Карибский кризис понятно за что. За то, чтобы разгромить коммунизм, да, который ставил задачу уничтожения капиталя, там хотя бы понятно за что было. А сейчас за что? За демократию на Украине? Смешно, да? Большая часть американцев это на карте не найдет. И вот эти люди, вот эти люди в американской не просто элите, а в том, что называется крэм-дэ-ля-краем, да, вот в этих вот, как вы говорите, в закулисье американской элиты, вот совсем в элитных кругах, умирать не хотят. И в этом смысле я думаю, что, конечно, сейчас крайне маловероятно, что предложение Александра Григорьевича Лукашенко будет востребовано. Но в будущем я думаю, что о нем как о месте, где можно без посредников России и Соединенным Штатам, а я больше вам скажу, союзному государству России и Беларуси и Соединенным Штатам договориться о том, о правилах игры в западной оконечности Евразии, чтобы там вот эти геополитические балбесы, которых мы все понимаем, про кого мы говорим, про Польшу, Литву, там вот этих хулиганов, Великобританию, не устроили бы помимо ну вот помимо воли правящих элит Запада, а то есть американских элит, либо большую войну с обычными вооружениями, либо вообще ядерную войну. И вот это вот у людей будет востребовано без посредников, потому что хотел бы обратить ваше внимание, я с уважением отношусь ко всем, но посредников что-то много стало в разрешении этого конфликта. Многовато. Это конфликт не между Россией и Украиной. Это конфликт между Россией и США, который превратился в более широкий конфликт. Это был конфликт по поводу Украины. А сейчас это конфликт по поводу вокруг Украины. И именно поэтому, например, участие в Беларуси, оно в данном случае не просто, так сказать, возможно, оно просто необходимо. В этом смысле я не считаю, что предложение Александра Григорьевича это вот такой чистый стеб. Хотя, конечно, элементы стеба в нем были. Что тут скрывать? Но в каждом стебе есть доля стеба. А есть некое зерно, которое сейчас не проросло, но там через полгода, а может быть и раньше. Оно возьмет и прорастет. И кто-то в Вашингтоне скажет, а давайте, а что тут от какого-нибудь Жешева и от Варшавы до Минска лететь сегодня чего? Давайте полетим, поговорим, чаечку попьем спокойно. Как это можно? Потому что если это не что называется утилизировать безопасно для всех, то в какой-то момент плохо будет всем, а хуже всех будет американцам. Потому что мы хоть знаем за что мы воюем и почему мы воюем. А это нет. Но здесь опять же стало не только слишком много посредников, но и слишком много предварительных условий для этих возможных переговоров. Типа отдайте Крым, освободите Донбасс, выплачивайте репарации и все в таком духе. И опять же хотелось бы вспомнить высказывание Лукашенко, которое сказал о том, что с Россией можно договориться о невероятном, но без предварительных условий. Формулировка была такая. Там вообще концепции меняются очень сильно, потому что тут наша с вами, я надеюсь, любимица Вика Нуланд выдала вообще очень интересно, что в принципе выступала она там на очередной тусовке не самой последней организацией РН Корпорейшн. Значит, выдала она, что, ну конечно, Россия компенсация к границам 91-го года, была бы вот этот обычный текст, но здесь ну это самое, ну ставит запятую, говорит, ну если Украине придется отдать Крым России, согласиться с тем, что Крым российский, то Америка будет наставить на то, что он должен быть демилитаризованным. Там все говорят тю-ка-ка, да, значит, все предпочли это замолчать, но это же очень серьезное выступление, это выступление, это же вам не Блинкин, который, значит, идеолог там, и главная мечта Блинкина нахамить в этом мире еще кому-то, он практически всем уже нахамил, но это у него, по-моему, вот такая вот идея о том, Потому что дипломатия – это когда он хамит. Но он тоже хамка. Но она реально, она занимается реальной политикой в Евразии и на постсоветском пространстве в частности. Это человек, который отражает, вот его слова отражают реальные настроения. Не идеи, а реальные настроения в американской администрации. В нынешнем ее составе, естественно. А за пределами нынешнего состава американской администрации у Виктории, при всем моем уважении, нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Но в нынешнем составе, да, это безусловно там. Здесь даже вопросов нет. И вот такой намек говорит о том, что проброс вариантов, он начинается. Но да, конечно, сейчас огромное количество предварительных условий, очень мутных предварительных условий. Причем у каждого из посредников, самозаявленных посредников, какой-то свой набор. По-моему, вот в чем еще раз вернусь к предложению Александра Григорьевича. Вот в чем сила его предложения. А поговорить с чистого листа. Вот просто взять и поговорить с чистого листа. спокойно, без вот этих вот истерико-политических вступлений, без зачитывания по бумажке каких-то идеологических требований. Вот поговорить спокойно. Где те, что называется, реальные интересы, и где они могут быть, что называется, совмещены. Где не могут быть совмещены. Но где-то ведь могут быть совмещены. Вот в этом смысле, ну, мне кажется, что сейчас нет, но вообще очень интересно. И, тем не менее, для вот этих вот потенциальных мирных переговоров нужно присутствие и украинской стороны. И в связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение. А Зеленский, он вообще еще сохраняет договороспособность? Или он окончательно утратил связь с реальностью? Буду диссидентом для достижения договоренностей между США и союзным государством, Россией и Белоруссией. Вот я именно так сейчас поставлю вопрос. О стабильности в западной оконечности Евразии и будущем военно-политического режима, военно-политического пространства, бывшая Украинская ССР, присутствие киевской стороны совершенно необязательно. В переговорах для дальнейшего политического переустройства, бывшая Украинская ССР, а оно неизбежно при достижении первой, вот, что называется, больших стратегических договоров, да, конечно, нужно присутствие различных украинских представителей, представляющих различные направления украинской мысли, которые свободно смогли бы выражать свои идеи на территории бывшей Украинской ССР, в тех границах, которые определены после референдумов по четырем новым субъектам Российской Федерации. Но для этого, для этого, режим Зеленского должен быть демонтирован, потому что никакого свободного вылезъявления, хоть олигархического, хоть народного, никакого, пока этот режим находится на месте, просто не будет. Дело не в том, договора способен или не договора способен. Дело в том, что режим Зеленского, и вот сейчас я, вот сейчас точно не стем, тоталитарен. Был бы он авторитарен, с ним можно было бы разговаривать, но он стал тоталитарен. Мы не знаем, что происходит с точки зрения интересов ключевой группы украинцев. Мы не понимаем, какие там тенденции, потому что он всем заткнул глотки. Кого-то в тюрьме, кого-то убили, кого-то вынудили уехать за пределы страны. И для того, чтобы было хотя бы с кем разговаривать на территории бывшей украинской СССР, нам нужно провести две вещи, очень взаимосвязанные. Первый, деноцификацию, то есть демонтаж тоталитарно-нацистского режима Зеленского. Это раз. И второе, деолигархизацию. Потому что в условии распила всей экономики бывшей украинской СССР по вот этим вот олигархическим углам, мы обречены на то, что этот национал фашистский, либерал, какой угодно, но именно тоталитарный режим будет со временем восстанавливаться. А нам нужно услышать мнение украинцев, свободно выражаемое, без давления, без тюрем, без пыточных СБУ. И вот это для нас очень большая политическая дилемма. Но первый шаг – стратегические договоренности. Ну, на мой взгляд, можно сделать и без этих людей. Ну да, я вообще слышал такую мысль, что если Зеленский не пойдет на переговоры со временем, то, возможно, вместо него Россия будет договариваться с украинскими военными. Ну, я думаю, понятно, о чем идет речь. О том, что в конце концов его режим может закончиться просто военным переворотом. Ну, еще бы найти тех украинских военных, с кем можно было бы договариваться. Дело в том, что там, в общем, к сожалению для украинских военных, ситуация, кстати, это произошло до начала специальной военной операции. Они так или иначе перелились. Вот возник вот этот вот симбиоз с тербатами. И там, конечно, еще вначале можно было их разделять. То, конечно, прямо скажем, именно военное командование, за крайне редким исключением, не хотел бы озвучивать эти фамилии публично. Ну, чтобы людей просто не подставлять. Так? Так, потому что, конечно, ну, возможность выйти из вот этого круга национал-фашистов у некоторых людей, там, у среди военных сохраняется. Тут спору нет. Но в большинстве своем возникла вот эта поглощающая из себя тоталитарно-националистическая система. Но мы же прекрасно знаем, какое количество дивизий, вернее, бригад, у них бригадная организация, бригад предвоенного времени на, допустим, 23 февраля 22-го года, в действительности было просто перелицованными тербатами, которые якобы запретили. Потом выяснилось, что штабы и оргструктура, по крайней мере, четырех, а то и пяти бригад предвоенного времени, то есть костяка ВСУ, была в действительности основана на националистических батальонах. Я сейчас даже не про запрещенный в России Азов говорю. Это вообще отдельная песня, которая там батальон, потом выясняется, что это полк, а потом выясняется, что это полк размером чуть не с дивизией. Поэтому здесь есть вопросы. Это не значит, что невозможен диалог с вменяемыми группами среди украинских военных, от которых решат сохранить хоть что бы то ни было. Но в данном случае я бы предостерег от иллюзий. У нас уже был в Германии заговор генералов и покушение на Гитлера. Ну, а он не удался. А если бы он удался? Война ведь... Они же собирались продолжать войну на Восточном фронте. Вопрос был в том, что они считали, что Гитлер принимает неправильное решение. И вот здесь нам надо не попасть вот именно в эту ловушку. Вот именно в эту, так сказать, вот эту вот вилку, если хотите. Да, есть вменяемые люди, но мы должны понимать, что эти люди, во-первых, запачканы кровью по ушам. Во-вторых, они рассчитывают на то, что они, в отличие от Зеленского, получат больше помощи Запада и смогут более эффективно ее использовать. Посмотрите на нынешнюю дискуссию относительно обороны Артемовской. Там же, как бы, все написано. И здесь, конечно, вопросы есть. Но вот здесь я хотел бы точку поставить. Ну, вообще, утрата доверия к западным политикам – это такая слободневная тема, особенно учитывая их недавнее заявление о Минских соглашениях. И вот вы вначале упомянули такой интересный термин, такую фразу «геополитические хулиганы». Вот очень интересно звучит в этом отношении. И представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков сказал не менее интересно, по-моему, вот цитата. Некоторые политики, как подгусники, их нужно часто менять и по той же причине. По-моему, достаточно точно и емко. Но вообще, как вы считаете, возможно ли как-то наладить вот это былое доверие, которое было хотя бы на том же уровне, как до начала СВО? С нынешним поколением европейских политиков нет. Для этого должно смениться поколение. Качественно должно смениться поколение политиков в Европе. А для этого мы должны увидеть смену систем политической власти в Европе. Но классический пример, как это ни странно, это будет Франция. Франция, где, значит, кого не избирай, кого не выдвигай, да, во втором туре будет человек с фамилией Липе. Правда? Ну, то есть спойлер. Поэтому нужно, чтобы изменилось, чтобы в Европу, в политической сфере вернулись две вещи. Бог с ним с суверенитетом. Бог с ним с американским влиянием. На нынешнем геоэкономическом уровне восстановление европейского суверенитета не просто невозможно. Оно, вредь сущего, может быть вредно и опасно для России и Беларуси. Но вы себе представляете нынешняя суверенизированная Германия. Это опасно будет для нас. Пусть лучше американцы там всем рулят, да, а главным будет американский военный комендант в Берлине. Вот я лично буду чувствовать себя в большей безопасности. Как еще раз повторю, это не цинично звучит. Но должны, во-первых, восстановиться связи между обществом и политической сферой. Если посмотреть на ту же Германию, эта связь разорвана напрочь. И второе, должны измениться системы формирования политической власти. Фактически то, что мы видим в современной Европе, это, конечно, не выборность, а фактически кооптация. Что вроде по форме то же самое, почти, а по сути совсем другое. Это легитимность в аренду. И это очень опасно. А вот с американцами главное такое, ну, системное ограничение возможностей диалога с США на современном этапе, ну, я бы сказал, полтора главных ограничений. Главное такое, единичка. Это высочайший, неожиданно высокий уровень идеологизированности большей части правящего клана. Никогда в истории Америки на руководящих позициях не было столько идиологов. Они всегда были. И даже бывали времена, когда они играли ведущую роль. Ну, например, при администрации Джимми Картера, ну, Жизинский помощник в национальной безопасности, и при раннем Рейгане, не путать с поздним Рейганом. Поздний Рейган был про другое. Сильным про другое. А половинка – это физическое состояние Байдена. То есть, грубо говоря, нет человека, с которым можно было бы договориться, и он выражал бы интересы всей системы. Вот всегда было, что ты договариваетесь с американским президентом, это означает, что вы договорились со всей системой. Сейчас ситуация принципиально другая и принципиально более опасная. Поэтому и в отношениях с Европой, и в отношениях с Соединенными Штатами, конечно, мы обречены на довольно значительную стратегическую порогу. Прогноз неутешительный, но тем не менее. Спасибо вам большое за эту беседу, за интересные и развернутые ответы. Спасибо вам большое. Я всегда рад с вами беседовать. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова